Молитва, вечность нас ведет. Прослушали такой прекрасный гимн. Слава Богу за эту песню. Сегодня у нас есть возможность как раз и использовать эту силу, о которой друзья наши пропели. Сегодня молитва за наших детей, за наших подростков, молодежь, за всю нашу церковь, но особо за тех, которые еще не знают Господа. Давайте мы настроимся, чтобы помолиться нашему Господу. И сегодня, для того, чтобы настроиться к молитвенному состоянию, давайте прочитаем из Библии, из Нового Завета. Второе послание Коринфянам, 6 глава. Я хотел прочитать с 14 по 18 стихи. Кого есть в Библии, можете открыть. В этом месте, как раз в центре этого отрывка, мы будем читать такое прекрасное выражение, где апостол Павел говорит, ибо вы – храм Бога Живого. Вы – храм Бога Живого. Кто это вы? Здание, в котором мы собрались, или в Иерусалиме – храм, который был разрушен. Что здесь такое? Что это значит? Вы – храм Бога Живого. Я как-то всю жизнь это слышал в выражении, но как-то первый раз особое внимание это придал, что я, мы, каждый из нас, мы – храм Бога Живого. И когда мы живем как храм Бога, тогда и вся наша семья, они будут следовать за нами, они будут идти тем же путем, которым мы предлагаем им. Давайте прочитаем текст перед нашей молитвой. Второй Коринфянам, 6, 14. Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Вильяром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога Живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды, их отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерями, говорит Господь, Сидержитель. Название моей проповеди сегодня – «Вы – храм Бога Живого». Мы – братья и сестры, храм. И здесь вот вначале он начинает, перед тем, как говорить эту прекрасную фразу, что мы – храм Бога, он говорит, что не прикасайтесь к чужому ярму. Что это значит, чужое ярмо? Знаете, может, не для всех это понятно. Ярмо – это вещь, которая связывает двое животных, чтобы они могли пахать поле. Но если одно животное крепче, чем другое, тогда они не смогут правильно действовать, они смогут сделать правильную работу, они будут друг другу мешать. И апостол Павел как бы возвращается в Ветхий Завет, в Таразаконе, там такой короткий стих сказано – «Не пошите на воле и на осле вместе». Потому что одно животное чистое, другое нечистое, другое животное очень крепкое, другое очень упрямое, и оно не сможет идти. И они будут друг другу мешать. И как бы этим он тоже говорит, что верующие не должны сообщаться с неверующими. Не в том смысле, что мы не должны иметь хороших друзей, неверующих, с которыми мы можем общаться и пригласить их. Апостол Павел не приглашает нас к изоляции, где мы должны просто жить в своей короткой маленькой группе. Но он говорит, что мы не должны иметь союзы с неверующими, потому что эти союзы, они могут очень сильно нам повредить. Союзы, которые мы делаем, или какие-то общения, или связи, они могут нам повредить, если мы связываемся, становимся в очень близкий союз с неверными. Как здесь апостол Павел говорит, неправильные союзы могут привести к трагедии в нашей жизни. И поэтому мы своим детям говорим, будьте внимательны, кто ваши дети, с кем вы дружите, потому что оно обязательно отразится на вас. Или хорошо, или плохо. Оно не может остаться в середине где-то. Оно обязательно на нас подействует. И дальше он говорит, что общего у света с тьмою, или как здесь говорит, верного с неверного. Нету ничего общего. Это совершенно противоположные вещи. Ничего общего нету. И он здесь предлагает как бы пять таких контрастов. Он говорит праведность или беззаконие. Дальше он говорит свет и тьма. Он говорит Христос и дьявол. Велиар – это как бы одно из названий для дьявола. Верующий и неверующий. Он также говорит храм Бога и идолы. Или можно сказать храм идолов. Потому что очень часто идолов ставили в храм и поклонялись. Дьявол очень любит копировать Бога. Он любит все делать так, как Бог, чтобы люди могли поверить в Него. И люди делают этих идолов и ставят их в храм и поклоняются. И он говорит, это совершенно противоположно. Вам ничего общего с этим не должно быть. Потому что у них разные системы ценностей. И они могут повлиять на нас очень негативно. Я хотел несколько мыслей предложить перед нашей молитвой. Первое – это как мы можем применять это в своей жизни. Вот тот факт, что мы должны отделиться. И то, что мы храм Бога живого. В некоторых сферах. Первое – это в церковной сфере жизни. То есть нельзя пригласить какого-то хорошего финансиста, который очень хорошо знает, как с деньгами работать, который неверующий, и сказать, давайте, помогите нам. У нас немножко с финансами трудно. Или давайте вот у нас сейчас очень не хватает учителей в воскресной школе. Давайте мы просто пригласим какого-то хорошего учителя, который очень хорошо с детьми умеет работать. И давайте мы скажем, ну вот мы тебе конспект дадим, учи наших детей. Это тоже не работает, потому что у них совсем разная система ценностей. И другая сфера – это наша супружеская жизнь. Мы не должны вступать в союз с неверными, как здесь апостол Павел много об этом говорит. И у нас сейчас времени не хватит. Вот апостол Павел говорит, не должно вступать в союз или в супружескую жизнь с неверными, потому что основание должно быть духовное, никакие чувства мы имеем к человеку. И также в работе это тоже можно применить, потому что если один человек верующий и другой неверующий, и они хотят сделать компанию вместе, обязательно будут какие-то трудности, кто-то будет, неверующий будет говорить, ну давай здесь срежем, давай здесь сократим, давай вот здесь можно так сделать, схимичить что-то. А верующий человек должен понять, давай лучше тщательно все сделаем, может меньше денег получим, но правильно сделаем. Вот такое должно быть состояние у верующего человека. И, конечно, есть очень много других сфер, где можно это применять. Например, какие учителя очень имеют влияние в нашей жизни, каких авторов наши дети слушают, но особенно какую музыку мы позволяем нашим детям слушать, или они сами уже слушают. Потому что если вы популярная музыка, которая на радио, может, в магазинах играет, если вы вникнете туда, вы увидите, что очень много этой музыки, она посвящена дьяволу, потому что люди, они просто живут такой нечестивой жизнью, и они вот под этим воздействием пишут эти песни, и мы потом их слушаем. Он сохранит нас, Господь, от этого. И вторая причина, я хотел поговорить, причины, почему это возможно, как это вообще возможно для нас с вами отделиться, потому что апостол Павел говорит, что мы храм Бога Живого, поэтому это так важно, почему это возможно для нас. Он говорит, когда Господь вошел в нашу жизнь, Он стал обитать в нас, как здесь сказано. Он сказано, и вселюсь в них, и буду ходить в них. То есть, когда Бог вселяется в наше сердце, тогда Он дает нам возможность, как здесь сказано, быть храмом Бога. Теперь храм не в Иерусалиме, как вот, помните, во время жизни Соломона, со всего мира приходили в одну точку земли увидеть храм. Вот это честь и поклонение Богу. Они все хотели увидеть, как вот это все устроено. Золото, серебро, кедры, красивое устроение. Но теперь Бог говорит, что мы храм, даже не вот это здание прекрасное, хотя это церковь здания, но мы делаем это церковь храмом Бога Живого. И мы так же часто детям говорим, что осторожно, как ты себя поведешь, потому что твое поведение, оно отражается на мне, как родители, на моей жене, может быть, на наших бабушек, дедушек, на наше семейство, на родство. Как вы поведете, отражается на нас. Но насколько это важнее, вот мы как верующие, как мы себя ведем, как мы отражаем Бога, какого Бога люди видят в нас, когда они видят нас как церковь или нас как личного христианина. Видят ли они Бога, который полон благодати и истины, или они видят человека, который просто хочет жить для себя. Павел говорит, что мы представляем Бога, потому что Дух Святой теперь живет в нас. Только благодаря этому мы можем теперь называться храмом Бога Живого, что мы дети Божьи теперь. И когда мы не живем так, как Он требует от нас, тогда мы плохо представляем Бога, и тогда люди могут даже отвращаться от верующих, потому что они говорят, ну, если все верующие такие, то я не хочу иметь ничего общего с таким Богом. Помните, даже Христос сказал, будьте совершенны, как и Отец вас совершенный. Вот подобная мысль, как здесь апостол Павел говорит, принцип, который здесь заложен в этом отрывке, апостол Павел говорит, будьте святы, как Бог свят. Мы должны к этому стремиться. И Бог, конечно, понимает, что мы не можем в совершенстве это исполнить, но самое главное – это иметь это стремление и желание, потому что когда Дух Святой живет в нас, Он и будет позволять нам меняться, Он будет нас менять и будет расти нас, когда мы позволяем Ему. И последняя мысль перед нашей молитвой – что может помочь нам достичь этой цели? Он здесь говорит «вы храм Бога». Но как это практически можно видеть в нашей жизни? Вы знаете, вот если мы остановимся на 18 стихе, мы немножко не всю картину получаем. Давайте пройдем ниже до 7 главы, 1 стих. Здесь мысль продолжается. Здесь сказано так. Итак, возлюбленные, имея такое обетование, такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Что может помочь нам? Это вот это как раз слово здесь – «имея обетование». Обетование Божие, они как раз и показывают нам, как нам нужно жить в этом мире. Если бы не было вот этих обетования Божьих, то мы бы не знали, что Бог от нас требует. И вот здесь вот в конце этого стиха «совершая святыню в страхе Божьем», мы, может, думаем, это раз в месяц, когда у нас вечеря была в прошлое воскресенье, мы думаем, святыня – это вот раз в месяц. Хотя вечеря – это точно, это святыня. Но апостол Павел не говорит о такой святыне, которая вот только раз в месяц у нас должна быть святыня. Вот если по-другому перевести это выражение, можно сказать, «совершая святость в страхе Божьем». «Усовершая святость, которую Бог нам дает в страхе Божьем». Вот в английском переводе оно так и звучит. «Perfecting holiness and the fear of God». «Совершая вот эту святость, работая над этим, потому что мы – храм Бога Живого». «Имея эти обетования». Вот если даже коротко просмотреть пятую главу, сколько там обетования, всю эту главу, вот начинаешь, он говорит, «имеешь наше жительство на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Потом в 10 стихе сказано, «Ибо всем нам должно явиться перед судилища Христова». В какой-то мере это тоже обетование. Но если мы не имеем правильное отношение с Богом, то это не благословение, но это страх, это проклятие, потому что мы станем перед Богом со своей праведностью. Это тоже нужно об этом подумать. И вот 21 стих 5 главе тоже самое великое благословение и обетование, которое Господь для нас сделал. Он говорит, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Вот только зависимо от этого обетования мы можем теперь приходить к Богу и сказать, «Я теперь являюсь храмом Бога Живого». И здесь также вот это выражение «страх», совершая святыню в страхе. То есть, да, понятно, что страх – это когда мы трепещем перед Богом. Это вот такой же страх, как вот если вот мы едем на дороге, и потом раз сзади нас полиция остановила, моргалки, мы сразу имеем какой-то трепет в сердце, мы начинаем переживать, что-то случилось, кто-то с авторитетом требует от нас чего-то. И сразу начинается чувство такое волнения. Вот такой страх у нас должен быть перед Богом. Но, конечно, есть другой страх – это уважение, это понимая всю честь и все то, что Бог для нас сделал. Вот понимая вот это обетование, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы получили Его праведность. Как здесь Павел говорит, что общего – верного с неверным или праведного с неправедным. Мы только можем быть праведны, потому что Бог в Иисусе Христе сделал это для нас. И сегодня у нас есть возможность помолиться за наших детей, из-за наших подростков, у кого есть внуки, из-за всех, за всю нашу церковь. Давайте мы склонимся перед Господом, помолимся, поблагодарим Его и попросим, чтобы Он благословил нас, чтобы мы, как церковь, могли показывать нашим детям, что мы храм Его, и чтобы наши дети также были с нами на небесах. Слава Ему за все. Аминь. Слава Ему за все.